Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мы начинаем с вами очередной влог, и он начинается сегодня с макияжа. Я нанесла тон, сейчас вам покажу его. В последнее время использую только его. Это NYX Can't Stop. У меня в самом светлом оттенке, по-моему, он мне слегка выбеливает лицо. Но ничего, пользоваться можно. Конечно, немного, немного румяшек. Они ужасно сложно открываются. Это Sleek в оттенке Coral. Что касается моих дел, мои хорошие, сегодня ужасный день, потому что я встала поздно, поставила будильник на 8, а встала в 11, еще полежала в кровати чайчик. И, в общем, в целом получилось, что я встала в 12. Очень сильно себя ругаю и корю, когда поздно встаю. Потому что раньше, когда я шла на работу и не работала дистанционно, я могла спокойно встать в 7 и быстренько-быстренько пойти на работу. То есть все успевало. А так как ты дома и работаешь из дома, это немножко сложно себя как-то организовать. Сейчас буду использовать хайлайтер из вот этой вот палетки NYX. И вот эту новенькую кисточку. Вот каждый раз, когда я... День просто у меня проходит, я ничего не делаю за этот день. Потом я себя долго ругаю. Ой, какие блестки красивые. Ой, какая красота. Я люблю, когда хайлайтер видно из космоса. А здесь прям, знаете, такие крупные вкрапления. Еще в комнате бардак. Столько дел, столько дел. Не знаю, сегодня или завтра пойду к Жале в гости. Надо переделать ноготочки, потому что цвет мне вообще так надоел. Раньше у меня такого, кстати, не было. Я спокойно, не знаю, полтора месяца ходила с одинаковым маником. Но в этот раз мне что-то конкретно это все дело надоело. Заплела вот такие вот косички. Правда, немножко неаккуратно получилось. Ну да ладно, на видео видно не будет. Надела вот эти сережки. Очень красивые. Это бижутерия. Но я обожаю эти серьги. Правда, здесь вот сломалась застежечка. Немножко прям как на соплях держится. Ну да ладно. Заказала себе Макдональдс. Только сейчас должны привезти. Заказала тостер, который я никогда не пробовала. Черный кофе, там наггетсы, соусы и все дела. Буду снимать для вас мукбанг. А так макияж в общем и целом мне очень понравился. Как я вам? Пишите в комментариях. У меня в комнате такой бардак стоит. Как только сниму мукбанг, сразу займусь уборкой. Так, закат я забрала. Сейчас глянем, что же здесь интересненькое. Взяла любимый десерт. Чек тут. Любимые наггетсы. Вот, шесть штук. И соус еще должен быть к ним. Кисло-сладкий соус любимый. У меня еще дома есть барбекю. Но знаете, в такой большой упаковке от Heinz. Поэтому отдельно я его не покупаю. Так дешевле получается. Вот эту штуку, кстати, доказываю впервые. Какая-то странная вещь. Там было написано, что это... Там было написано, что это тост. Надо попробовать. А еще здесь сахар. Вот такая вот палочка, чтобы перемешивать. Ну все, приступаем к съемкам. И вот так вот немножко запачкались салфетки. Короче, девчонки, у меня здесь такой бардак. Надо все это разложить по местам. Если смотрели мой прошлый влог, вы, наверное, видели вот этот подарок, который я приготовила своему парню. Надо, кстати, еще записочку написать. Про нее я немножко забыла. В общем, надо разобрать эти все вещи. Здесь вот этот вот красавец у нас лежит. Посмотрите, как он вам улыбается. Какой он сладенький. И еще я планирую сделать вот здесь порядок. Посмотрите, какой ужас здесь творится. Эти органайзеры хочу повытирать. Разложить все это дело аккуратно. Кое-что выбросить. Посмотрим. В этом ящике и вот в этом. Здесь вообще ужас какой-то творится. Вот сейчас будем потихоньку это все разбирать и убирать, наводить порядочек. В общем и целом, девочки, вот столько у меня косметики. Я хочу отобрать средства, которые я хочу закончить. Например, вы знаете, я беру один хайлайтер и пытаюсь его закончить. Вот. И все эти средства, которыми я буду постоянно пользоваться, я отберу в эту косметичку. А вот эти вот органайзеры все надо вытереть аккуратненько. Аккуратненько вытереть косметику и разложить по местам. То, что я редко использую. Единственное, от чего я планирую избавиться, это вот такая вот помада от Huda Beauty. Просто потому, что это подделка. А все остальное у меня остается. Только я не поняла, почему вот этих гелей для бровей от Evelyn всего три. Я покупала четыре буквально вчера. Два купила и до этого купила еще два во влоге вам показывала. Вот. Осталось всего три. Надо поискать дома, куда делась. У нас обычно котик любит играться с такими штучками, либо с кистями. Надо быть аккуратней. А все остальное аккуратненько разложила. Вот сюда, например, тональные основы у меня. Здесь пудры, немного румяшек. Здесь тени. Помады. Раньше у меня помады в этом органайзере были. В общем, все удобно, аккуратно, хайлайтеры. Вот. Готово. Я просто максимально компактно разместила все вещи в одном вот этом ящике. Сюда я поместила чехлы для телефона. Здесь у меня ушные палочки. Вот такой вот. Это волос. Это волос. Вот такая вот штука. Здесь карточки мои лежат. Какие-то дисконтные, вообще банковские карточки, кошелек. Здесь косметика. Вот эти органайзеры просто спасают девочки. Я ничуть не жалею, что я их взяла. Хорошо, что это сделала. Они стоили там по 45 рублей одна штучка. И они очень хорошо ограждают пространство. И удобно. Каждая вещь находится в отдельном таком вот ящике. Теперь приступаем ко второму ящику. Я вот, наверное, где-то час точно потратила. Даже больше уже темно. Я искусственное освещение включила. И сейчас будем разбирать этот ящик. Второй ящик уже тоже готов. И знаете, удивительный момент, когда все аккуратно раскладываешь. Даже образуется свободное пространство. Здесь и вот здесь. Кое-что я выкинула. Сейчас вам покажу. Выбрасываю свою сумочку. Так как здесь значительно поржавела фурнитура. Носить такое уже невозможно. Даже не совсем это ржавчина. Не знаю, как это называется. Но, в общем, цвет конкретно потеряла фурнитура. Причем везде. Единственный момент. Вот этот бомбончик я, наверное, сниму. Потому что покупала я его отдельно от сумки. Поэтому его оставлю. А сумку выбрасываю. Также выбрасываю вот такие вот патчи. Здесь истек срок годности. Хотя почти все они здесь остались. Это какой-то корейский бренд. Дальше вот такой вот SOS восстановления. Типа элементы серебра от прыщей. Но вообще не помогает. Просто выброшенный на ветер денюжки. Покупала месяца три назад. Не помогло. Но, возможно, только мне не помогает. Но не понравилось мне. Эту помаду я вам показывала. Это подделка от Huda Beauty. Дальше здесь тени от MAC. Они у меня разбились. Я их переспрессовала. Потом опять они у меня разбились. В общем, оттенок дурацкий. Я им все равно пользоваться не буду. Тем более покупала очень-очень давно. Когда еще была на первом курсе. Поэтому выбрасываю. Смотрите, сыпется все. Выбрасываю. Дальше от Essence вот такая вот однушечка. Она была без упаковки. По-моему, какой-то сайт дарил за большой заказ. Не помню какой. И выбрасываю такую пудру от Chanel. Просто потому, что оттенок мне не подходит. Одной рукой сложно открывать. Вот. Оттенок я выбрала не тот. Был на скидке. Решила взять. Попробовать что-то от Chanel. Вот. Но выбрасываю. И еще плюс. Эта пудра у меня, наверное, лет 7. Срок наверняка истек. Поэтому выбрасываем. И последнее. Выбрасываю такие вот сережки. Мои любимые. Просто вот эта вот штучка. Она здесь оторвалась. Поэтому выбрасываю. Продолжаю снимать влог уже на следующий день. Вчера у меня просто не было сил. Я искупалась. Сделала масочки всякие. Уход для волос. Высушилась. И легла спать. Просто не было ни желания, ни сил. Так скажем. Вот. Поэтому решила продолжить сегодня. Тем более сегодня я собираюсь в гости к Жалив. Посидеть. Попить чай. Я ее предупредила, что ничего не готовь. И я ничего не принесу. Я просто принесу рулет за 50 копеек. Просто не хочется, чтобы она суетилась. Там что-то готовила и все дела. Хочется, чтобы она меня встретила как родного человека, а не как гости. Вот поэтому я ее предупредила об этом. А еще хочу сейчас переделать ноготочки. Я вот не знаю. Снимать ли отдельное видео. Там, где вот я делаю. Коррекции и все дела. Или просто кусочки включать время от времени во влоге. Пишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли делать полноценное видео с маникюром. Видео уже загружается. Осталось всего 3 минуты. И за эти 3 минуты я должна успеть написать названия, хэштеги, теги и все дела. Мой маленький-маленький сладкий мальчик. Мой сладкий мальчик. Люблю я тебя, люблю. Не могу без тебя жить. Субтитры сделал DimaTorzok Я делала маникюрчик, и вдруг пришла сюда, и я была в шоке, девочки. Девочки, это что за красота мама приготовила? Она снимала видео заготовки на месяц. Или на неделю, мама? Ну, для кого как? Мне кажется, на месяц. Ну, для нашей семьи на месяц пойдет туда. Ну, это вообще, это рай, молодец, мамуля. Я только ногти сделала, а мама это все сделала. Вы просто сравните способности двух людей. Нет, молодец, мама, молодец. Даже можно тебя показать. Показать? Да. Не хочешь стать популярной? Спасибо. Теперь самый сложный вопрос. Что же надеть? Выбор у меня, кстати, невелик. Есть вот такое платье, которое покупали мы, когда я училась, наверное, в классе в десятом. Платьев у меня очень мало, на самом деле. Есть вот такое вот очень красивое платье. Даже не знаю. Маме может вот это. Ой. Вот это. Как думаешь? Один. Хорошо. Что еще у меня есть? А у меня больше ничего и нету. Есть такое платье. Тоже не очень. Сейчас что-то придумаем. В конце мы, девочки, остановились на вот этой кожаной юбке, которую я купила недавно. И вот этой кофточке, которую я ни разу так и не носила. У них дома очень жарко. Я думаю, что в самый раз надену. Будет выглядеть красиво со стороны. Элегантно. На май. Да, мами? Я наконец-то поняла, как правильно пользоваться вот этим вот выпрямителем новым моим. Он просто офигенный. Очень быстро выпрямляет. Я беру прям большие пряди, хотела сказать, пряди. И он прям офигенно выпрямляет их. Просто, оказывается, эти кнопки нужно удерживать. Например, сейчас там блок. Нужно немножко удерживать, чтобы блок вышел из блока. И все, выключила я. Просто офигенная штука. Берите тоже, уверена, что не пожалеете. Выпрямила волосы. Надела уже. Мне кажется, очень классно сочетается. Сейчас вам покажу. Стоять. Украшение. Ну, типа, я олигарх. Типа, показать, что есть у меня. Все, понимаете? Здесь цепочечка. Я, знаете, что подумала? По идее, что наряжаться? Но я подумала, что зачем я купила эти украшения. И даже когда я куда-то иду, все равно я их не ношу. Поэтому решила надеть. А вообще, в обычной жизни, в последнее время, я не могу носить эти украшения. Просто потому, что мой котик начинает дергать. У меня было кольцо с бабочкой. Причем бабочка так висела. И выглядело очень красиво. Но, к сожалению, теперь он покусал эту бабочку. И там вот эта перегородка искривилась. Представляете? Так что вот только, когда я из дома выхожу, приходится надевать украшения. Вроде как я иду правильно. Спрашиваю тут у всех. Джоли сказала, что где-то здесь должен быть стадион. Я вроде бы его нашла. Опоздала ужасно. Стыдно. И память у меня куриная. Я прям не помню, где это было. Я уже у Джоли и здесь. Поляна, гляньте. Приготовила все. А самое главное, сегодня Тамерланчик меня обнял. Причем, как только я пришла, он меня обнял. Джоли, что ты сделаешь? Только круче будет. Круто выглядело. Да. Даже Мастер не держался. Как-нибудь я вам покажу, когда у него будет настроение, как он меня обнимает. Только не ревнуйте. Посмотрите, какая поляна. Сейчас будем есть. Я с Джоли сказала изначально, что я буду приходить с маленьким рулетиком, который стоит 20 рублей. Пришла она с огромным пакетом. Вот. Просто навестить, так скажем. Прибыло уже основное блюдо. Посмотрите, какая вкуснятина. Я уже сметаю это. Это мы купили на ведро чая. Спасибо за то, что учитываете мои желания. Я буду снять. Я жарю, я жарю, я не надеваю. Какой вкусно. Он так хорошо к нам. Кто столько съел? Кто на хомяч? Вы ее знаете? Вы видите, кто здесь. Посидели, поели вкусно. Встретилась здесь Айсель. Уже договорились на обжираловку завтра. Так что ждите видео. Будет с роллами. На 14 февраля там задний план приготовлен. Красивый, романтичный. Да, потому что в комментариях тоже все просили. Говорят, что-то Айсель не это. Вы посолились. Все спрашивали, как можно с ним посолиться? Невозможно. Мы здесь сидели за столом. И у нас был свой секретный язык. Все, мои хорошие, я уже дома. И как вы думаете, кто по мне скучал больше всего? Кто по мне больше всего скучал? Как только я захожу, он сразу такой. Я ему говорю, Твикс. Он такой. Клянусь, он так делает. Такой. Читаю комментарии. Там некоторые пишут. Фу, кошка. Фу, кот, противно. Не понимаю, честно, таких людей. И не понимаю child free. Людей, которые ненавидят детей. Вообще, ненависть, я считаю, что это очень плохое чувство. Смотрите, какой красавчик. У вас просто его нету, поэтому вы не знаете, насколько он сладенький. Вот если вы тоже заведете котенка, вы его больше жизни будете любить. Так что ненависть это не лучшее чувство, которое может быть в жизни человека. Всем желаю добра, спокойной ночи. Завтра утром постараюсь рано смонтировать для вас этот влог.